Что же такое лучшее? Не отвечать на этот вопрос, а сделать так. Написать здесь параллельный перенос и написать здесь параллельный перенос. И разбить задачу вот на что. Нахождение композиции двух осевых симметров, а уже потом разобраться, что там будет, когда добавим пролельный перенос. Оказывается, так было проще. Более того, оказывается, что если искать ответ на этот вопрос, про композицию двух поворотов, то самый простой способ – это сначала разобраться с симметрой. Я все стираю и рисую вам две картинки. Одна картинка, когда оси симметрии параллельны. Другая картинка, когда эти две прямые L и M не параллельны. В начале занятия я обещал, что будет теорема. Заметьте, я пока еще ее не доказал. Казалось бы, я пока приводил примеры, примеры, примеры. Как-то странно, как только вы пробьемся через вот этот момент, это главное. Ну, вернее, как, есть и другой способ доказательства теории шаря. Когда вы расслабляете некоторые две точки, говорите, что есть две точки в таком же состоянии, куда они перешли, смотрите, как туда можно перейти. Он чуть более, такой, длинный, чуть более долг. Итак, две картинки обещаны. Вот у нас есть прямая M, две параллельные. Прямая M и прямая L. И у нас есть две прямые пересекающиеся. Прямая M и прямая L. Параллельные я немножко словно написал. Считается, что я хотел бы свою параллельную прямую. Я не знаю, что получается, но как это дело. Давайте начнем с параллельных. Берем совершенно любую точку. Выполняем осевую симметрию. Вот это называется образ точки для осевой симметрии. И после этого выполняем осевую симметрию. Господа, все, что здесь нужно понять, что вот этот отрезок, давайте посмотрим на вот этот отрезок между прямыми, в два раза короче вот этого. Давайте поймем, почему. Потому что вот если это расстояние обозначить, что будет величиной A, а вот это обозначить B, то здесь у нас A, здесь у нас B. И получается, что здесь A плюс B, а здесь 2A плюс 2B. Вот этот отрезок в два раза длиннее. Понятно? Отлично. Значит, когда вы выполняете композицию этих вот симметрий, это то же самое, что параллельный перенос на удвоенный вектор. Вот это на первый взгляд кажется очевидной вещью, а между тем используется в математике очень-очень часто. Пожалуйста, запишите, нарисуйте картинку, не считайте это детской рюшкой. Композиция двух симметрий относительно параллельных всей M и L параллельных. Это параллельный перенос на удвоенный L. Между прочим, что будет, если я возьму и сделаю эти самые переносы в обратном порядке? Вот я беру здесь некоторую точку N и делаю так. Сначала эту точку отражаю относительно прямой L, куда-то внизу, а потом ее отражаю вверх. Вот интересно, понимаете, что произойдет или нет? Сначала я взял так, чтобы вот это равнялось вот этому, да? А потом отразил туда. Что в таком случае произойдет? Она уйдет куда-то далеко. Не слышу? Она уйдет куда-то далеко. Она уйдет куда-то далеко. А вот чему будет равно это состояние? Можете понять или нет? Смотрите, вот здесь было некоторое расстояние. Давайте я его обозначу A. Да? Замечательно. Здесь было некоторое расстояние. Давайте я его обозначу B. Что произошло сначала? Я сдвинулся сюда, вниз на B. Согласны? Отлично. Что происходит потом? Так, вот здесь сколько? У меня. Не, я здесь не B. Здесь у меня B минус A, правильно? B минус A. Это... Очень понятно, что B минус A. Вот здесь B, здесь A. Здесь B минус A. Значит, здесь по высоте сколько будет? А, B минус A. Ну, ну, ну. B минус A плюс B. Вот здесь по высоте будет B минус A плюс B. Значит, 2B минус A. Значит, вот туда вверх я подниму. А здесь расстояние A. Значит, расстояние между точкой N и той получается, если я вот так сделаю. В общем, слушайте, в любом случае, вот честное слово, получается 2A может на B минус A. Подумайте, пожалуйста, вот так. А что такое минус A? Это расстояние нуждительное. Ребята, получается, что если сначала отразить, относить напрямую L, а потом отразить на M, то это будет тоже параллельный перенос, но в противоположном направлении. Не на 2B, а на минус 2B. Какая-то плюс-минус? Нет, не плюс-минус. От порядка зависит. Если сначала M, потом L, то вы получаете на удвоенный вот такой вектор, который идет от прямой M к прямой L. Если вы в противоположном порядке делаете, сначала L, потом L, то получается на противоположный вектор. А вы просите? Да. А что если вы сначала делаете, вот, например, через L, то получается так, то что оно линее B, например? Хороший вопрос. Смотрите. В алгебре же специально придумано правила знаков, правила сложения положительных и положительных, положительных, отрицательных и отрицательных чисел. Специально для того, чтобы если они верны для каких-то, то будут верны для всех. Ребята, это было гениальное изобретение, когда люди поняли, что числа бывают положительные и отрицательные, и как устроены правила действия, правила сложения положительных и отрицательных чисел. Как только это было понято один раз, то после этого все такого типа вопросы исчезли. Я думаю, что вам надо просто снималку посмотреть, чтобы понятно, что картинки рисовать, но формула будет строго такая же. Итак, давайте теперь смотреть, что здесь. Представьте себе, что есть произвольность G на точке L. Делаем вот так. Ну, давайте я вам лишь возьму, чтобы L. И так, вот это вот область точки M при симметрии относительно прямой M, а вот это область того, что получилось при симметрии относительно прямой M. Господа, посмотрите, сравните эти два чапкижа, и вы поймете, что ответ здесь. такой же удивительно простой, удивительно симпатичный, как, смотрите, вот что значит «эсиба и симметрия», значит, вот эти углы равны, значит, вот эти углы равны, значит, вот эти углы равны. Здесь это положение точек, это угол между прямыми, скажите, пожалуйста, как связан вот этот угол с углом Фи, смотрите, как здесь, вот эти углы равны, вот этот угол Фи, тогда это сколько? Ну, если эти угол разложить, то получится два Фи. Два Фи, конечно. Вот и все. Это то же самое, чтобы повернуть на угол два Фи. А получается, это то же самое, чтобы то, что делали, только будет Фи. Да, это очень похоже, только там мы говорили о сдвигах по вертикальному направлению, а здесь мы говорим о угле поворотов. Ну, ответ потрясающий. Композиция двух осевых симметрий, когда оси перетекаются в точке, это поворот на двойную. Замечательно. Продолжение следует...